Доброго времени суток! Сегодня мы хотим поговорить опять о прикормках. Сегодня мы сделаем прикормку, которую можно без проблем купить на прилавках наших магазинов. Для начала мы берем пшеничные отруби. Для того количества прикормки, что мы делаем, нам надо примерно 3 кг. Прокупаются в любом магазине. Мы берем кукурузную трубу. Килограмма нам вполне достаточно. Теперь закрываем. Наши кексы. Сегодня мы используем сливовые кексы. В процессе предстоящей рыбалки будем работать на сливовый дип. Данные кексы нам помогут добавить запаха. Пару. Продолжение следует... Пару. Сливовое кекс. Теперь все это тщательно перемешиваем. И перетираем, чтобы у нас была одна масса, чтобы не было слипшихся конков. Именно для этого мы вначале ложим отруби. Можно пользоваться либо отрубями, либо кукурузной крупой. Какими-то сухими ингредиентами, которые не слипаются. То есть мы не можем в самом начале перемешивать кексы, скажем, с манкой или с кукурузной мукой. С тем, что слипается с кексами еще сильнее. Вот уже идет четливо сильный запах слива. В первый раз сильно не старайтесь перетирать, просто чуть-чуть размешать. Когда пойдут крупные ингредиенты, перетирать будет уже легче. Примерно где-то в такой пропорции. Дальше мы добавляем в данном случае в качестве протеина корм для кроликов. Подержание протеина 17%. Далее мы добавим кукол. Приятного аппетита. Время добавим кукол. вода похолодала, добавляем протеина, больше не жалеем. Добавляем кукурузная мука, с мукой старайтесь аккуратно, сильно не пользоваться, в небольших дозах можно. Офсяные хлопья, которые намокают в воде, разрушают нашу прикормку. Пару пакетов будет достаточно. Немножко перемешиваем. Добавляем в панировочную сверху 2 кг. Добавляем кукурузную мукурузную мукурузную мукурузу. Яичного порошка пару стаканов. В принципе, не обязательно, но яичный порошок немножко укрепляет прикормку. Добавляем распаренную кукурузу. В данном случае попкорновская. Хорошо распаренная изерна. Легко ломаются. Весь запах свой отдает. Добавляем также немного обычной баночной кукурузы. Сладкий мощный запах. И добавляем, как ароматизатор, Ореховая жидкость для печенья домашнего. В любом супермаркете можно приобрести. Недорогой, он дает очень резкий запах. Начинаем поперемешивать. Учетливый запах орехов. В то же время слива, которая была в кексах, тоже присутствует. Перемешиваем, чтобы у нас не было где-то скопления одних ингредиентов, где-то других. В принципе, одноводная масса готова. Все. Теперь добавляем воду. Причем по количеству прикормки мы видим, что воду можно не жалеть. Вода либо, если в домашних условиях, готовим для первого закорма. Кипяченая вода, либо кукуруза перемолотая. То есть воду в любых количествах. Возвращение кукуруза перемотаем. И��. Идите. Возвращение кукуруза перемотазывая. Полида, молоко перемотаем. Кукуруза перемотаем. Парах, зелено перемотаем. Парах. Причем поيع. Парах. Субтитры сделал DimaTorzok Воды недостаточно Даем немножко все же настояться Пусть постоит Через пару минут Мы ее проверим, если что, добавим еще воды